Практическая психология Мы дадим вам очень много сегодня практических рекомендаций. Итак, щедро раздавать практические рекомендации нам сегодня будет Елена Братухина, педагог-психолог детского сада номер 21 города Кирова и руководитель студии развития. А еще Лена, мама четырех детей. Лена, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. И так, про арт-терапию, да? Значит, арт-терапия — это метод коррекции и развития посредством художественного творчества. То есть уже в самом названии вроде как ответ и заложен. Это сравнительно новая методика, которая, тем не менее, активно используется в современной психологии. Это вид коррекции, основанно творческой деятельности человека, о чем, собственно, и свидетельствует его название. Арт-терапия. То есть мы, можно сказать, терапевтируем себя с помощью искусства, да? Да, конечно. Какие направления искусства мы можем сюда использовать? Например, музыкотерапия, да? Музыкотерапия, да. Направлений очень много и с каждым годом становится все больше. Но основные, конечно, можно выделить. Это музыкотерапия, как вы уже сказали. Она используется как пассивная или как активная форма, в пассивной или в активной форме. Пассивная — это когда человек просто слушает какую-то музыку, та, которая ему приятна, которая способствует его душевному равновесию. И активная, когда он сам активно музыцирует, поёт, играет на музыкальных инструментах. Кстати, вот про музыкотерапию мы будем разговаривать со следующим уже специалистом ровно через неделю. У нас будет Виктория Масленникова в нашей программе и тоже расскажет, как с помощью голоса, музыки можно помочь своему психологическому состоянию. Ну, кстати, вот вы в своей практике музыку используете часто? Да, музыка используется всегда и при изотерапии, и при драмотерапии, сказкотерапии обязательно музыка используется. То есть мы можем вот так интегрировать одно направление с другим. Ребёнок и взрослый человек может, например, сидеть рисовать. Это одно из направлений. Но всё это делать под музыку, которая гармонизирует, например, его психологическое состояние. Или, наоборот, позволяет выплеснуть какие-то, например, негативные эмоции тоже с помощью музыки, прослушивая её. Хорошо. Лена, ваше самое любимое из направлений в арт-терапии? Песок, сказкотерапия и, конечно, рисуночная терапия, изотерапия. Ну вот тут совсем недавно мы с вами были на фестивале здорового образа жизни, да, и вы там делали великолепные проекционные методики. Это же тоже, да, арт-терапия. С помощью карандашей, фломастеров, красок, да, человек чуть больше узнаёт о себе. Расскажите вот про те методики, которые вы вот используете. Те, которые использовала? Про рисуночные, да. Про рисуночные, да. И как это может, например, применять человек, далёкий от психологии, да, у которого есть дети, у которого у самого возникают какие-то задачи, которые он хотел бы решить? Ну, самая, конечно, такая простая, наверное, методика, самая приемлемая, это нарисовать свои чувства. Чувства радости, чувства печали, там, грусти, страха, брезгливости. Неудовлетворённости. Да, агрессии какой-то, да, вот эти, прорисовать чувства. Если хочется поработать со своим состоянием актуальным, то, конечно, можно нарисовать данное состояние и немножечко его трансформировать, то есть какие-то радостные краски привнести, может что-то улучшить образ, какие-то, может быть, там, цветочки, там ещё что-то. Ну, вот даже просто на примерах, да, приведём, когда семья, например, да, бывает же в семейной терапии, да, когда семья рисует общий рисунок, и ты там видишь, что там что-то происходит в виде ночи, да, там много очень тёмного такого, синего, такие краски сочные, ну, тёмных очень тонов, да. Да, и когда спрашиваешь, например, а что это вы изобразили, да, вот это то состояние ночи, может быть, какой-то тревоги, ещё чего-то, да, и когда вдруг дети берут кисточку и начинают в этой ночи дорисовывать белые звёздочки, месяц, ещё что-то, да, то даже общее состояние вот прямо всех членов семьи, которые пребывают на консультации, да, меняется однозначно, прямо на глазах видишь, как это всё трансформируется. Да. Отлично, мне тоже очень нравится эта методика. Что ещё вы активно используете? Какие ещё проекционные методики мы можем озвучить сейчас для наших слушателей? Танцевально-двигательная терапия. Ага, это вы уже про направления, да, мы дальше идём. Итак, танцевально-двигательная терапия. Да, кстати, я про вот именно рисуночную терапию ещё хотела как бы такой акцент сделать, что это не только работает с детьми, которые безумно любят рисовать, да, но это и великолепно работает со взрослыми. Кстати, вот сейчас почему-то вспомнила, да, такую методику, как, например, вот сегодня вы, послушав нашу программу, можете смело усадить всех своих домочадцев за стол, раздать им краски, карандаши, фломастеры, всё, что хотите, и попросить, чтобы каждый из них нарисовал дерево. Да, вот есть такая тоже очень простая методика, как нарисуйте дерево. И посмотрите, какое это дерево. Большое, мощное, сильное, с корнями, или же, наоборот, тонкое, хилое, без листьев и без корней. Потому что чаще всего человек, который рисует дерево, он рисует, в принципе, своё психологическое состояние на данный момент, да. И вот вы вот так уже можете, посмотрев на всё на это, сделать какие-то определённые для себя выводы и, может быть, даже вместе проработать эту ситуацию. И тут не обязательно быть психологом. Согласны со мной? Да, конечно, конечно. Хорошо. Итак, что же у нас за телесно-танцевально-двигательная терапия? Танцевально-двигательная – это метод психотерапии, в котором тело является инструментом движения процесса, помогающим людям пережить, распознать и выразить свои чувства и конфликты. И основная задача танцевально-двигательной терапии – это обретение чувствования и осознанности своего «я». Это снятие мышечных каких-то блоков, зажимов, как самовыражение, да. Как самовыражение, да. А ещё мы же с вами помним о том, что каждая наша эмоция, она тем или иным образом отражается в теле. На теле, да, конечно. И мы живём и обрастаем с годами вот этим глубоким мощным панцирем, да, зажимов, зажатий, блоков, ещё чего-то. И не можем выразить иногда такие элементарные эмоции, как радость, печаль, горе, ещё что-то, да. И вот, наверное, именно это направление нам и помогает. Расскажите, какую методику вы чаще всего используете в ней? Что мы просим клиента в это время сделать, когда работаем по этой методике? Также, допустим, отобразить в движении своё собственное состояние на данный момент, например. Вот, и немножко можно также станцевать какой-то художественный образ. Ну, то есть поставить картину, скажем, тоже синтегрировать рисуночную терапию и двигательную. То есть сначала прорисовать, а потом станцевать данный образ, то, что уже нарисовано. Музыку, конечно, подключаем тут обязательно. Какое состояние, там, мажор, минор, да, грустное, радостное. Отлично. А можно эту методику использовать не один на один, например, да, а в семейной терапии? Конечно, конечно. Детки, по-моему, с огромным удовольствием во всём этом участвуют, да. Они могут и страх изобразить через танец, и вот именно вытанцовываясь, в буквальном смысле слова, они проживают ту или иную эмоцию, и бывает намного легче. То есть видны результаты прямо после одной-двух встреч. Вы любите это направление? Вам нравится оно? Да, конечно. Я даже не скажу, что я вот приверженец одного какого-то направления особенного. Я очень люблю действительно интеграцию. То есть и в зависимости от человека, в зависимости от возраста, в зависимости, опять же, от каких-то запросов уже использую то или иное направление. То или иное направление. Хорошо. Что дальше? Мы приоткроем нашим слушателям, какое следующее направление из арт-терапии? Ну, давайте про игротерапию немножко поговорим. Это тоже ответвление психодрамы, где место ведущего занимает психотерапевт, а роль группы берут на себя игрушки, которые включают в себя любые предметы, бытовые мелочи. И в арсенале терапевта также присутствуют краски, пластилин, карандаши, кубики, головоломки, конструкторы, детские книги с картинками и прочее изобразительное средство. То есть вот именно здесь, вот в этой выигротерапии, да, у нас разговаривать может всё, начиная от кастрюли, да, и заканчивая там столами и стульями, да. Ну, конечно же, мы это всё обыгрываем тем или иным образом, да. Вы чаще всего используете какие игрушки? Самодельные, которые вот сами шьёте? Или же, в принципе, берёте всё, что есть у нас с вами под рукой? Наверное, да, беру всё, что есть под рукой, потому что шить... Мало времени, да? Да, очень хочется, но это, наверное, да. Сложная задача, да? Но, тем не менее, да, действительно, любую игрушку, и можно прожить огромные-огромные периоды, да. Иногда даже с помощью игротерапии взрослому человеку мы, психологи, помогаем вернуться в детство, дабы там прожить, можно сказать, такие моменты, которые, ну, необходимо ему было прожить, завершить, да, проиграть, чтобы потом эту травму уже не нести в настоящее. Правильно я понимаю, да? Хорошо. Что ещё игротерапия даёт детям? Вообще, вы заметили, что детей надо в современных учить играть? Да, к сожалению, у нас игра как-то так тихонько уходит. Слишком рано засаживаем за столы наших малышей, да, и начинаем им давать всевозможные азбуки и веды, да. Но мы помним о том, что мы с вами ответственные родители, и ребёнок, который не проиграл, он потом будет доигрывать во взрослый период, поэтому лучше дайте ему возможность сейчас насладиться детством. Ну, это так, между строк, да, мы в практической психологии в программе об этом говорим. Дайте, чтобы он отыграл по полной программе всё то, что необходимо ребёнку в детстве, дабы потом не было никаких последствий, да, всему своё время. Вы знаете, у меня есть любимые, любимые такие простые пальчиковые куколки, которые можно надеть на пальчик, да, и любого малыша можно разговаривать с помощью вот этих заек, всевозможных колобков, лягушат и слонят, да, и они с удовольствием рассказывают, что они чувствуют, о чём они думают, о чём они мечтают, чего они хотят. И вот если слушать внимательно нам, взрослым, да, то можно ещё лучше понять и познать своего ребёнка. И совсем не обязательно иметь при этом высшее психологическое образование, да, чтобы развернуться лицом к малышу. Поэтому используйте вот эту методику для того, чтобы, например, проговорить, какие страхи присутствуют, да. Вот вы мама четверых детей. Как играем? Расскажите. Детки, конечно, уже сейчас большие, но раньше, да, раньше играли. Тогда, кстати, были и куклы, которых сшили немножко какие-то там, если страхи какие-то, какие-то тряпочки там приматывали, привязывали, всё это делали, вот, проигрывали. Потом они у нас лечили их какими-то витаминчиками, они у нас превращались в добрых персонажей. Потом мы с ними дружили с этими страхами, которые раньше были страхами. Ну, вы смотрите, даже сюда же мы можем с вами отнести к игротерапии, и, например, если вместе вы сели с ребёнком и создали, например, какие-либо оберёженные куклы, да, потому что потом ребёнок, пока он чьёт эту куклу, пока он что-то делает, да, он что, проговаривает, от кого ему хочется защититься? Да, кстати, даже взрослые, да, вот я знаю на курсе женщин, которые будущие мамы, они с удовольствием тоже используют вот эту игротерапию, да, с помощью кукол играют, прогнозируя, выстраивая, трансформируя своё настоящее и будущее. Хорошо, Лена, библиотерапия. Что это у нас за направление такое? Как часто вы с ним сталкиваетесь? Ну, это является, конечно, весьма привлекательным вариантом терапии, потому что достаточно просто и эффективно помогает людям, стоящим перед трудностями, находить какие-то правильные решения. Использование специально подобранных книг позволяет оказывать существенное воздействие на эмоциональное состояние людей при минимально затраченных средствах. То есть, смотрите, я правильно понимаю, психолог должен своего рода изучить очень много литературы, да, подобрать ту или иную книгу, то или иное произведение, связанное, например, с темой ревности, с темой измены, с темой горя, да, проживания горя. А как другие герои в той или иной литературе проживали, да, это? И когда вы ведёте такого клиента, то кроме тех занятий, которые происходят на встречах, на консультациях, да, вы ещё ему даёте возможность прочитать эту литературу, ну, рекомендуете, да, и потом, наверное, как-то отрефлексировать, то есть обсудить. Используете, да? Да, конечно. Используете эту методику. Хорошо. Что у нас с цветотерапией? Это ведь тоже можно отнести к арт-терапии, да? Тогда с помощью цвета. Да, так как цвет влияет на состояние эмоциональное, то используя его, допустим, в сочетании с рисуночной терапией, тоже даёт очень хорошие результаты. Если хочется ребёнка как-то простимулировать, больше ему контрастных цветов даём, сочетаний, да, каких-то таких ярких, красных, оранжевых, каких-то таких очень цветов, которые несут в себе энергию, динамику, или наоборот, да, хотим успокоить, пожалуйста, зелёный, синий, прочее рисование каких-то таких картин, которые вот в этом колорите. Вот очень часто спрашивают, если ребёнок всё время берёт чёрный карандаш, коричневый карандаш и рисует все рисунки вот именно такими цветами, это повод насторожиться, это повод начинать помогать ему или же оставить его в спокое, лишь только посмотрите до этого, были ли ещё кроме чёрного и коричневого карандаша ещё какие-либо? Да, ну я так не склонна, конечно, сразу это всё драматизировать, что прямо чёрный карандаш — это ужас-ужас, потому что бывает чёрный цвет, он действительно очень прекрасен, и всё зависимо, всё как ребёнок, что ребёнок в этом цвете... Видит. Да, действительно видит, какой там штрих, всё это очень значимо, и были ли, допустим, какие-то ряд рисунков до этого. То есть тут сразу вот так однозначно сказать нельзя, что прямо вот чёрный взял и всё, и все побежали к психологам ребёнка лечить. Ну психолог ребёнка не лечит, да, он... Он психотерапевт. Да, да, он помогает, да, если есть в этом необходимость. Ну и, наверное, можно ещё нам немного сказать про сказкотерапию, да. Мы уже, конечно, об этом направлении много-много-много говорили, но тем не менее сказкотерапия, как и драматерапия, да, она относится всё-таки к арт-терапевтическим методикам, да. Да, через сказку. Что вообще, сказку любите? Ну конечно, кто же её не любит, сказку? Обожаем, да, сказку. Итак, её, кроме того, что можно сочинять, её можно рисовать, да, также можно её лепить с помощью пластилина. Какая ваша любимая методика в сказкотерапии? Опять же, опять же, наверное, интеграция, то есть... Ну пусть будет так, самая простая, которую могут сделать даже родители, послушав нашу программу. Сочинить сказку, попробовать. Попробовать вместе, да? Да, сочинить сказку, да. Например, про девочку Лену. Например, про девочку Лену. Например, про девочку Лену. Что с этой девочкой Леной случилось в этой сказке, да, с кем она встретилась, о чём она мечтает, чего она боится, да, вот так проговаривая такие какие-то элементарные вещи, мы можем с вами очень много узнать о ребёнке, да. Да и не только о ребёнке, я о взрослом человеке, если взрослый пришёл, например, для того, чтобы поработать с собой, да, в этом направлении. Хорошо. Вот знаете, мы с вами как-то так раз и сразу же начали рассказывать про те направления, которые есть в арт-терапии, да. А можно ли нам немножко истории? Немножко истории, где у нас случилось, почему, когда это произошло, что арт-терапия стала, во-первых, признанным, да, психологическим методом. Ну, конечно же, искусство и художественная деятельность начали появляться ещё у наших далёких предков, и в древние времена именно искусство служило средством коммуникации. Сам же термин вёл Андриан Хилл в 1938 году, и в этот период он работал в санаториях, в основном с туберкулёзными пациентами, и именно он впервые отметил, что художественные занятия положительно сказываются на состоянии пациентов и ускоряют процесс выздоровления. Действительно. Первое профессиональное использование данной методики провели в США. Тогда была использована арт-терапия для детей, которых вывозили во время войны из лагеря фашистов. А уже в 1960 году была создана Американская арт-терапевтическая ассоциация, и с тех пор подобный вид психокоррекции стал пользоваться всё большей популярностью. Вот, знаете, мне ещё очень нравится тоже одно из направлений, из ответвлений арт-терапии, да, это фототерапия, да, когда мы можем с помощью фотографий, да, каких-либо красивых картинок, тоже используя другие интеграционные методы, да, мы можем создавать новую, можно сказать, картинку жизни человека, которую он бы себе, например, хотел видеть рядом, да, при этом используя, проживая те эмоции, которые необходимы, захватывая из прошлого какие-то ресурсы, да, уже можно простраивать, стараться, например, своё это же будущее. И всё это с помощью вот именно фототерапии. Ещё направление, от которого, ну, я получаю действительно огромное удовольствие и вижу хорошие результаты, когда, например, мы просматриваем с клиентами какие-либо короткометражки, да, где раскрыта та или иная жизненная ситуация, а потом уже обсуждая, рефлексируя, да, делаем какие-то определённые выводы. Причём выводы делает клиент, а мы лишь только внимательно слушаем, да, что там происходит в душе этого человека, чего он в действительности хочет, чего боится, к чему стремится. Великолепно работают и мультики, да? Тоже ведь одно из направлений арт-терапии. Причём и мультфильмы, и короткометражные фильмы, да и простые фильмы, они есть вот на практически любую тему. Главное, чтобы специалист-психолог, да, чётко проработал с этим материалом, его знал как азбуку от А до Я, и мог сделать определённые выводы, подсказки где-то, может быть, да, или где-то какие-то, как подтолкнуть клиента в том или ином направлении. Используете это в практике? Да, использую, но не так часто, наверное, как хотелось бы. Ну да, для этого, конечно, нужно, чтобы было хорошее оборудование, чтобы было комфортно даже процесс созерцания тех или иных мультфильмов или тех или иных короткометражных фильмов. Хорошо. Итак, Лена, давайте мы с вами попробуем сейчас поговорить про и вашу, и мою любимую методику, да, точнее, направление этой песочной терапии. Песочная терапия. Как вообще вы встретились с песком? Почему у вас такая любовь к песку? В детстве. В детстве. Встретилась с песком. Вот это наши замки. Все, по-моему, строили замки около берегов рек. Песок. Потом, плюс ко всему, всевозможные секретики, которые вы прятали в песок. Да, секретики. Это да. Проживание тоже, можно сказать, нескольких миров. Вверху один мир, внизу под землёй другой мир, сквозь это стёклышко. Выкладываем как мандалы, да, всевозможные. И так, а потом вы получили психологическое образование и поняли, что песок действительно работает, да, у него особая магия. Так, что такое песочная терапия? Песочная терапия. Ну, это взаимодействие песка на психоэмоциональное состояние человека, да? Да, немножко я погрузилась в эти замки, в эти секретики, и я там. Вот смотрите, в этом году, я вот даже просто привожу пример своим коллегам, беру своих детей, подростка и маленького, которому 4 годика, беру с совками, со всевозможными формочками, и мы всей семьёй идём на пляж. Конечно, не купаться и не загорать, какое у нас лето, да, нынче, да? Я просто сажусь рядом, и 2 часа мои дети углубляются в этот самый песок, они меня не трогают, я читаю спокойно книгу, а они в это время строят вот эти же самые замки, какие-то ходы, поливают всё это водой, тут же рушат, строят заново, да, и я понимаю, какое это счастье, потому что я смотрю на них, да, у них горят глаза, они безумно счастливы от того, что они все в песке, к этому надо быть готовы, да, но спокойный вечер, спокойная ночь и ещё 2 спокойные недели гарантированы родителям, потому что все свои эмоции, которые они, может быть, даже в какой-то степени сдерживали, да, они выложили вот в этот самый песок. Да, конечно, и то, что они созидают вот этот вот процесс разрушения, может быть, чего-то старого, да, прошлого, не до конца, конечно, ну и создание вот этого нового, то есть вот проживание этого, это, конечно, такой очень ценный опыт, и потом в жизни тоже. Даже сам момент, это опять-таки я говорю мамам, которые хотят всё знать, да, любой песок, любой песок, будь это кварцевый песок, например, в каком-то тазике или в какой-то специальной песочнице, вот я работаю в юнгианской песочнице, да, это просто песок, который чистый, находится вот на пляже, да, ребёнок, погружая туда руки, он уже начинает сам себя терапевтировать, он уже начинает сам себе помогать. Мало того, что-то вот такой успокоительный эффект даёт, да, вы сами попробуйте, погружайте, подоставайте туда руки. Дальше, это ещё и тема, когда мы начинаем строить, да, вот нам с вами на курсах повышения квалификации говорят, что цепучий песок, это берут детки, у которых, в принципе, всё более-менее, да, а какой песок предпочитают брать дети, у которых, например, тема агрессии, тема какой-то неудовлетворённости, каких-то травм. Это больше, конечно, это сырой песок. Это сырой песок, да, и вот, пожалуйста, из этого сырого песка мы предлагаем ребёнку построить свой собственный мир. Такая простая методика, но она такая результативная, да. Что дальше? Ребёнок строит свой мир. Это могут быть горы, реки. Что, Лена, будут? Что это может быть? Давайте мы с вами немножко опытом поделимся. Да, те же лабиринты, ходы, дороги, не знаю, чаще, рощи, да, всё что угодно. Причём, знаете, как интересно, ребёнок кучку в песка, да, смастерил, а потом вы его спрашиваете, а что это такое, да, что... И вы даже не будете догадывать, вы, может быть, даже никогда бы не догадались, что это на самом деле не просто куча песка какого-то, да, а это, оказывается, там, динозавр или какой-либо монстр, или какое-либо чудовище, которое сидит и почему-то пугает нашего с вами ребёнка, да. И вот здесь мы можем предложить малышу, или не малышу, подростку, например, да, трансформировать эту кучу песка под названием, там, чудовище-монстр, да, во что-то другое. Эти внутренние процессы, они в жизни человека тоже, ребёнка тоже происходят. Какая у вас любимая самая методика в песочной терапии? Что вы любите? Играть. Как играть? Расскажите, как нам, научите нас играть? Какой-то персонаж ребёнка выбирает, вот, и начинает действовать через этот персонаж. Но, конечно, мы видим, что ребёнок, вот, именно через этот персонаж, он несёт себя, как вот, когда, как метафору какую-то. То есть тут уже можно спросить, как ребёнок, вернее, как этот персонаж себя чувствует, какие у него друзья, есть ли у него друзья, что его огорчает, что его радует, например. То есть мы можем в песочную терапию ещё и внести вот эти самые игрушки, да, то есть опять-таки получается игротерапия, да, одновременно. Ну что, вот мы сегодня вас познакомили с такими интересными методами, которые используют профессиональные психологи, которые можно легко использовать родителям в жизни. В жизни, пожалуйста, и музыку включайте, и слушайте её вместе с детьми, вместе танцуете, вместе поете, вместе рисуете, вместе смотрите мультфильмы или короткомедражные фильмы, обсуждайте это всё. Вместе стройте замки из песка, рушьте их и опять заново стройте, да, сражайтесь со всевозможными чудовищами, выручайте принцесс, будьте рыцарями и королями одновременно. Всё это в наших руках, всё это, не надо специальных каких-то знаний, да, для этого. Нужно просто жить, наслаждаться и радоваться тому, что у нас есть дети, что у нас есть здоровье, счастье и любовь. Правда, Лена? Да, конечно. Спасибо большое. Сегодня в программе «Практическая психология» вместе с Еленой Братухиной, педагогом-психологом детского сада номер 21 города Кирова и руководителем студии развития, а также с мамой четырёх детей мы говорили про арт-терапию и про песочную терапию. Но я, ведущая программы «Практическая психология» Надежда Бушмилева, желаю всем здоровья, любви и счастья. До встречи через неделю. Практическая психология Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова